Бывший глава японской компании «Олимпус» в среду сообщил, что у него есть реальный шанс вернуться на свой прежний пост. «Есть реальный шанс. Я не глупый. Я бы не делал этого, если бы не верил, что смогу. Я бы не брался за безнадёжное дело». Вудфорда уволили из компании два месяца назад. После этого он публично заявил о финансовых нарушениях допущенных компанией. После начала разбирательства компанию «Олимпус» обвинили сокрытие убытков от неудачных инвестиционных проектов на сумму в 1,7 миллиарда долларов в конце 90-х годов прошлого столетия. Кроме этого, появилось обвинение в том, что в разработке теневых схем компании помогали японские мафиозные группировки, за что получали вознаграждение. Однако недавнее расследование независимой комиссии не смогло подтвердить этот факт. По словам Вудфорда, «Олимпус», вероятнее всего, не связано с организованной преступностью. Однако расследование, которое проводит японская полиция и прокуратура, должно выявить много нарушений. Ранее в этот же день Майкл Вудфорд встретился с представителями правящей демократической партии Японии. Они обсудили пути усиления корпоративного управления в стране. «Это явление не уникально для Японии. Такие вещи происходят по всему миру. Цель в том, чтобы усилить управление на основных капиталистических рынках». Компания «Олимпус», чтобы избежать делистинга с токийской фондовой биржи, в среду представила пересмотренные финансовые результаты за последние пять лет, а также полугодовой финансовый отчёт. По итогам шести месяцев чистый убыток компании составил почти 400 миллионов долларов. В то время как за аналогичный период прошлого года компания получила прибыль в 47 миллионов.